опись начинаем партию так я должен своих поставить восточный а 51 как-то траться с тобой мне вообще не хочется ты не поверишь на мне это ляжками тоже не хочется поиграться потому что я посмотрел у них это дивизии дохлые поставлю сюда все я расставился так фаза инициализации поехали в эту фазу я могу швелиться нет сначала мы сбрасываем тут все административные маркеры резят axis air point маркер на 2 вот ты получил 2 авиации дальше резит axis track маркер на 3 а 3 доставь дальше за костал шиппинг да кидай 1 кубик 33 соответственно а нужно каждый порт давай запин газе 6 за бен газе 4 так за табрук 2 так и осталось и за бардию кинечка тоже так и осталось все а это я буду свой ход кидать значит фазы реинфорсмент выставляете юниты пришедшие по боевому расписанию в триполи у тебя в сентябре жизнь ничего не приходит там твои филанцы или встроить зеленый крути дальше быстро у юниц нету ролл он в рай был рейдфорсмент тэйпл ну да то есть можешь на реплейсменты кинуть и покинул 123 ничего жалко тут каш кубики не отображаются я пытался их добавить как высота на смысле это красиво оказывает барсок то есть 1 2 да да я ведут какой сл помощь картинки ну здесь по моему там же ты говорил что он нам к чему-то коннектится до кренда морг а тот свой рандомизатор он тоже нормальных все мув нет фаза начинается ты смотри если хочешь можешь спрятать спрятать юниты чтоб я видел только верхний да мне кажется тоже все посмотрел тем более за ты за них играл чем не хотят ну вот это да дело так перемещение супла это самый последний момент правильно нету в любой момент фаза движения может таскать supply ну тратишь грузовички там просто таскаешь хорошо воду в два супла я могу уже по одной штуке таскать да конечно ты-то можешь их разбивать ну то есть маркер с открой там и сможешь размин получить так ты говорил что первая фраза это фаза движение нет инициализации четко а это мы уже сделали это вот мы все сбросили маркер на их только маркеры да сейчас собственно движение в этот в эту фазу нужно подвигать дивизии подвигать supply и и и ну собственно все ну да так да давай начнем с простого начнем с простого тебе как по клеточкам или говорит чего откуда я двигаю ну да лучше примерно говорить из борди верхнюю дивизию которая пехотная соответственно раз а вот я вижу кого-то выделяешь выдели еще раз пожалуйста вижу вода вижу крупняк это я прошел четыре клетки за один момент правильно даже по дороге шел да да все верно соответственно раз два три еще четыре то 2 movement point так она из борди идет раз два три четыре она должна была в халфа и пас оказаться то есть там же смотри дорога идет 1 2 вниз потом один вправо потом еще один вниз а я по прямой прошел того два три до четыре вот сюда потом раз два три 49 20 туда верно это два 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 три 4 это три давай подойдем вот так это получается раз три с половиной если прям в упор нет больше там заход зону контроля а точно я вот только сейчас посчитать это не могу в итоге я получается вообще не могу то войти давайте то есть я могу подойти только в упор к зоне контроля макси что у меня там не хватит вообще никак на 1 мы не гордый поэтому поверишь если ты вот я вот этих подведу вот так да конечно и вот так то есть у них получается грубо говоря 31 будет там где пехотная дивизия еще 2 и 1 но 2 и 2 короче 2 и 1 4 будет стоить вход зону контроля но это у них получается 6 и 1 четверть если три там они там 3 1 4 и сюда еще 2 и 1 4 6 5 с половиной получится то есть эти вошли нафига правда смертники наверно у ху 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 вот же еще есть пацанчики да так только не вертись дороги смотри как тут поставить это к зоне внимания нет такого за ту номер говори гекс лучше или выделяю вот мышкой кого-то и мне будет он красному придет вот смотри а ну вот сейчас я выйдем туда красный нет я должна танковая дивизия которая 326 не никто сейчас не увидели а так ну да скажи тогда номер гекса там есть навести на гекс то показывает номер а 4320 есть такой вот там там тоже танковая дивизия соответственно переместиться ей вправо вниз это один мувмент поинт или половину мувмент поинта по идее там и там есть дорога но напрямую она не идет по холму за один мувмент поинт 1 соответственно как бы раз два три четыре это второй мувмент поинт раз два три четыре это 3 мувмент поинт раз два три это получается 375 и сзади и за 225 опять сюда встает здесь получается смотри вот если атаковать вот толь твой стек я его могу атаковать то есть там есть дорога но обрыв меня за этапе штрафа будет так открываем террин чарт мы смотрим что по дороге как это у нас все сверху обрыва или вниз вверх это вверх сноска а атаковать вверх атакующий делится на 3 атаковать вниз атакующий делится на 2 а про защищающихся ничего не сказано защищающегося и все все что написано окей поехали крутые пасанчики так это который 545 видимо не этот который 2210 а молите да да соответственно раз два один момент поинт раз два второй раз два третий раз два четвертый раз два седьмой раз два восьмой раз два девятый десятый все окружаешь согласен но это было просто и банально это есть из-под бардии там тоже стоит пехотная дивизия ее 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 и все так слева по диагонали вниз от барди через клетку там чернорубашечники так 1 2 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 так оттуда же откуда верблюды были танки раз-два 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 и раз и раз все пять очков так он бен фокса интересно но узнать что море это я переписывается с чуваком в чате просто спилить добрую часть прям стрим разоблачение ладно пошли дальше пацаны слева вниз от солома там ты не видишь вторую этот то что не обращай внимание как не вместе двигать вместе ты прям стек когда двигаешь они должны вместе то что его не расщеперивай у меня у меня верхний так выбирать его нужно расщеперить выбрать не нет а ну можно так 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 а ну получается 1 а дальше не смогу пройти то есть мы сейчас потрачено 325 и соответственно потратить единичку и войти в этот я не могу довезли куда да не можешь в 5320 ты можешь так пойти а вот в 50 5319 не могу да туда единичка что у тебя 075 осталось все что понял так дальше 0 0 5 еще 0 25 еще 25 1 1 2 3 4 2 1 2 3 это типа 3 и еще сюда 4 очко вот так хорошо, а если я у тебя какой-нибудь порт отхватываю, а ну как бы он становится моим, но только через ход ну да, сможешь туда привозить а из порта кроме как триполь я могу забирать и перевозить в другой порт да, 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 то есть отправлять ты можешь без любого порта соответственно тоже нужно стоять в этой клетке да, причем за отправку из порта ты порт капасити не тратишь, ты тратишь его только на прием а когда они прибывают, на следующий ход или в этот же? Прям сразу причем они прибывают и могут идти на полный свой мувмент поинт ты когда их привозишь то они могут сразу ходить прикольно что-то прям глаза разбегаются что дальше делать чернорубашечники под табруком раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь обычная пехота по диагонали из табрука раз, два, три, четыре, пять, это два раз, два, три, четыре, это три раз, два, три, четыре, это четыре так, ну и собственно из табрука пехота здесь почему-то они все выделились непонятно раз, два, три, четыре это раз, два, три, четыре это два раз, два, три, четыре это три раз, два, три, четыре так, ну я думаю я выполнил уже требование этого да, да со свечохода будет проверяться у тебя все, ок так, теперь чертовы прожорливый тальяшки сколько говоришь 5 надо да от смотри из блин как все момент поинтов соответственно это получается нужно 1 2 3 4 5 на смотри кстати вот это что поможет но может помочь быстрее рассчитывать сейчас посмотри на бенгазе там лишь внизу есть такой белый треугольничек гексом ниже от пинказе слева бенгазе белый треугольничек а не вижу ну бенгазе нашел слева и вот гекс ниже возьми там такая белая пирамидка вижу вот от от пирамидки одного цвета до пирамидки такого же цвета 20 минут поинтов ровно то есть вот например если ты поедешь по белой дороге вправо то ты увидишь слева от дерна еще один такой вот это 20 момент поинтов по дороге в том-то дело что мне не по дороге поэтому я мучен но я просто еще не забывай что у тебя как бы после того как ты привезешь это снабжение то они раскидывают его на 3 мувмент поинта 3 в момент поинта то есть на 5 они будут раскидывать с 7 хода а так вот теперь ты возишь его за каждый грузовик на 5 а потом он будет раскидывать на 3 понесу ящик перевожу клетки в момент поинты поэтому парюсь брось тут смотри тут же фишки есть бригады и батальоны а итальянские пехотные дивизии то есть они именно просто пехотная дивизия потребляет больше поэтому она считается за 2 они за один все она же явно там больше какого-то танковый батальон несколько раз или бригады пехотной британской количество человек по 12000 в общем смотри из барди один supply смотри можешь его нажать на этот supply сделать ему decrease а потом из маркеров себе еще один добавить который повисишь вот так я его двигаю на 9 мудмен поинтов и он у меня оказывается здесь то есть получается на это я потратил два грузовика из трех остался один ну соответственно еще один этот этот самый так вот так на конечно посчитать она он раскидывает на 3 то есть он кормит это раз два три и это он кормит но мы потом посчитаем и не посчитаем но что ты хочешь мы чтоб я проверил тебя да да я помогу конечно так и этого у нас пойдет да кстати гарнизоны всякие кормить не надо а вот всякий случай допустим как-то вот так ведь потому что раз-два и этом выбирать так но все вроде со плавера скинул теперь у меня осталось два посту шиппинга я хочу я хочу привести из триполи одну артиллерийскую бригаду фотку давай я хочу привести в бардию смотри в бардию тебя 0 порт капасти на этот ход 0 даже пусть я думал все понял ты можешь привести один в табрук один в бенказе тогда не давай тогда только артиллерию я притащу в табрук или чем когда не надо выделяется все верю я хочу табрук за 1 а еще один ну допустим я из бенказе перетащу еще один саплай в бардию в барди барди может принять 0 0 я забыл что барди но кажется хоть и дичьку то на мой и этот я получается занял табрук единичка тогда получается окей давай пехотную дивизию перетащу в в бенказе только не забывай что тебе их на будет кормить то есть допустим артиллерию ты сможешь подтащить каком цеплаю а вот это переход к в бенказе сейчас сожрет целый supply point либо будет out of supply кружек мне не жалко они же бесплатный ну только подтаскивать на периодически до артиллерию получается я могу подвигать правильно да на 4 утонут там куда-то ходит так но и у меня остался еще один грузовик так артиллерия 1 2 3 4 это 1 1 2 3 4 это 2 1 2 3 4 3 2 3 3 так это я подвигал бегал ну и ну и вот это вот и бессмысленно это бессмысленно совсем черт с ним давай мы еще а ну все и все потратил точно да ты поставил шиппинг тоже двигай когда тратя ну типа все так могут закончен тогда мы их всех с момент комбат будет нет не будет кого-то не будет exploitation вот а чего такой эксплуатики это я могу подвигать тех которые желтой полоской но только те которые не начинают вход в зоне контроля у меня верблюды не в зоне контроля. Да, да, верблюды, у тебя вот танчики там. Вот, а на сколько я их могу двигать? На полную катушку. Серьезно? Да. Смотри, раз, два, это один, три, четыре, это два, это три, это четыре, и это пять. Ок. А, нет, пять не можешь, ты тоже в зону контроль решаешь, там плюс два. Да, да, да. Иголки-палки. И туда не могу, и туда не могу. Пять. Так, могу? Ну да. Только смотри. А, нет, все нормально, все нормально. Ну, на три жиму в Минпой, даже в Код ГУ. Да, да, я как раз посмотрел, все нормально. А что у тебя, значит, бокс? Бокс, это вот как раз эти укрепления, которые можно строить. А-а-а. Ты, кстати, так не сказал, что они дают? Они колонку сдвигают или плюс один к силе дают? Вот так, сейчас скажу. Бокс. Ты сказал, что на карте есть укрепление, что их можно строить, а что они дают? Да, форт или бокс, он в два раза увеличивает силу защитника. В фортифике. В два раза? Да, в два раза. Круто. А по морю снабжения нету? А есть, ты можешь, грубо говоря, перейти. Только если привезешь, то бочку по морю. Ну, давай скажем. Не, боюсь я. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Убежал. Прибежал, убежал. Так, окей. Что, снабжение? Да. Давай считать. Давай начнем с левых чуваков. В бинг-азе один потрать. Вот это декрис. Потратим. Так, теперь, значит, сколько у тебя тут всего? Это раз, два, плюс шесть, восемь. Почему раз, два? Ты сказал, что они все по два. Только пехотной дивизии, танчики по одному. А-а-а. Я начал считать с танчиков просто. Понял, понял. Так, восемь, плюс еще две дивизии, двенадцать, артиллерия, тринадцать, пятнадцать, плюс два, восемнадцать, восемнадцать. Ну, так у тебя хватает, надо прикинуть по расстояниям. То есть, вот смотри, например, у тебя есть... Давай начнем тратить вот с самого, где верблюды стоят. Давай. То есть, вот до чего дотягивает тот, который с верблюдами. Ну, собственно, верблюды, танки, еще два танка, это получается четыре, плюс еще шесть, это чернорубашечники, он до них дотягивает. Или там, да, подожди, там уже это... Он на три кидает, а тут по одному стоит по тропе. Тогда не до чернорубашников, а вот для другого стека, где три пехоты. Да. Ну, там две пехоты и артиллерия. Там три пехоты и арта, да. Итого это получается четыре, плюс четыре, плюс один, это девять. Сейчас, смотри, вот там, где два танка, он снабдить не может, потому что через обрыг там нельзя пройти. Понял. Тогда пять. Блин, пять, семь. Нет, почему? Раз, два, плюс четыре, семь, плюс арта, восемь. Уже восемь он снабдил. Так, восемь. Все, больше они до кого не дотягиваются. Угу. То есть этот получается тратится на восемь. Да. Делит его, правильно? Правильно. Все, получается, там все снабжено. Теперь считаем, получается, стек из двух танков, там, где два чернорубашечника и пехота, и еще одна пехота, это получается десять, и под пехотой, которая, где, собственно, стоит маркер, двенадцать, и там, где арта под ней. В смысле, пехота под артой. Да, да, то есть это получается четырнадцать плюс арта? Не, арта будет от другого питаться. А, ок, ага, четырнадцать, да, согласен. Элит. И в итоге у нас остается арта, раз, раз, два, дотягивается, и все, остальное снабжается, как бы, собственно, из Бардии. Да. Все. И из Бардии я тоже делитаю. А, ну, получается, и один я, а, ну, вот эта же арта тоже живет, которая в Табруке. Не, в Табруке гарнизонная арта, у нее, вишн, мувментпоинт, ноль. Ну, то есть она не живет? Супер. Ну, тогда все. Ок. Согласен. Конечно, ну, это... Зато я понял, как это работает. Угу, да, в принципе, для этого играем. В принципе, смотри, если хочешь, мы можем, вот сейчас, допустим, компанию не играть, сейчас сыграть короткий сценарий, трехходовый, а компанию там в следующий раз запустить. Ну, просто ты сейчас эти все прочувствуешь вещи, там, со снабжением, как лучше тратить, с атаками. Да ладно, давай начали уже это. Ну, просто в следующий раз по новой компании начнем. Ну, я про это говорю, что это короткий сценарий, он, в принципе, как раз вот из этого сетапа и происходит. Ага. То есть вот, если мы будем играть короткий сценарий, то нужно будет, знаешь, что сделать тебе? Italian Invasion. А, так, сейчас. А, вот она как-то держит. А, вот, Short Versus. С первого по третий ход. Итальянцы выигрывают, если они захватывают к концу третьего хода Мерса Матрух. Понял. Поехали. Ну, да, в принципе, можем, правда, компанию играть, но посмотрим, если ты... там за сейвом просто вообще но проблем. Так, теперь тогда мой ход. Фаза инициализации. Так, где мои все таблички? Reset Airpoints. У меня целый один самолет есть. Круто. Reset Track Marker. Elite Trax 2. Инвалиды какие-то. Так, теперь Roll for each port. У меня только на Матрух кидается. Кидаю на Матрух. Троечка. Троечка это ноль. Остался. Так, Александрия у меня, типа, бесконечная. Фаза реинфорсментов. Определите суплай по таблице. С первого по седьмой ход мне приезжают два суплая в Александрию. Increase. Ставлю в Александрию. Есть. Place any new units from order of arrival в Александрию или в Restriction Box. Смотрим, что там происходит в сентябре 40-го года. Новозеландская. Там какая-то... 6-я бригада 2-й новозеландской дивизии. Так, она скорее всего в Restriction Box поедет. Сейчас их проверю по табличке. Да, в Restriction Box она отправляется. Чтобы ее... Отправляется она в полную силу. Если я ее буду забирать, то тогда в меньшую силу. Дальше. Remove all withdrawn units. Call pay order of arrival. Таких нету. Начните на подкрепу. А, погоди, 5 сет. А, получается, мои арьер поинты... В смысле, воздушные поинты сохраняются, правильно? Да, конечно. То есть ты имя защищаться сможешь. Во-вои, вот. Отлично, супер. Так, кидаем. 7. 7 power able, это 2 replacement. У меня есть. У меня их это... Их потратить-то негде. А почему? Ты только в городе их можешь тратить? Ну, там, где снабжение или в соседнем ГЕКСе. А оно тратится именно в фазовой инициализации. То есть ты не можешь сначала подвести снабжение и то не пополнить. Да, ну, в первый ход, да. То есть такая ситуация просто сложная. Окей. Reinforcement кинули. Кидаем на Коннора. Заболел он или нет? Не заболел. На 4 и меньше он болеет. А, 2 кубика надо? Да, да, да. А я-то думал, 1 кубик и на 4 и меньше он болеет. Это он вообще всегда будет болеть. Так я просто и думаю, ну, 50% на шар, что заболеет. Прикольно. Ха-ха-ха. А нет, даже больше. Ну, конечно. Так, теперь мувминт фаза. У меня тут особо ничего нету, да. А я начну справа. Потащу Long Range Desert Group. Значит, раз, два, три, четыре. Раз. Угу. Раз, два, три, четыре, два. Раз, два, три, четыре, три. Раз, два, три, четыре, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. А, да, кстати, это же я из Колышка Колышку их как раз тащил. В принципе, я мог бы так. Ну, ладно, не важно. Раз, два, три, четыре, шесть. Раз, два, три, четыре, семь. Раз, два, три, четыре, восемь. Так, как мы их потащим? Я теперь понял, зачем мне нужны верблюды. Раз, два, три, четыре, девять. Раз, два, три, четыре, десять. Я думаю, что это они зону контроля игнорят. Ты на единичку ошибся. Видишь, Колышек? А, ага, ага. Да, хорошо. А, точно. Ты же прям по белой дороге ехал, поэтому от Колышка Колышку, и что опять мой Минпоинт? Все, что, в Каире, то белый Колышек. Наверное, да. Так, это девять, да? Десять. Десять. Ну, что, тогда одиннадцать. Двенадцать, тринадцать. Почему ты по единичке? Четырнадцать, пятнадцать. Аж по открытой местности. А, там, а, ну, зону контроля страница, потому что за горами. Зон контроля, вот для Long Range Desert Group, ей пофигу на зону контроля. Да, и вообще, по-моему, пофигу, понял. Так, вот она такая, типа, приехала. Адская машина. А, так она потом еще на пятнадцать будет ходить. Блин. Какая жесткая хрень. Да уж. Ну, конечно, она там Табрук не захватит. Ну, если на кубах попрет, с поддержкой авиации, почему бы и нет? Так, теперь, что с остальными делать? Вот, ты такой же вот здесь находишься. Мне надо вот решить по поводу пацанов. Так, с Коннором, твои танковые бригады. Еще вопрос. Чтобы действовал модификатор комбайны Тармс, собственно, бригады пехоты и бригада танков должна находиться в одном и том же гексе. То есть, нельзя, что, допустим, в одном гексе были танки, а в другом пехота, и за это не дадут. Да, да, верно. То есть, если в одном танке, в другом пехоту, дадут только за Divisional Integrity, если это все чуваки из одной дивизии. Понял. Так, мне тут нужно как-то тебя перехитрить. Легко. Без Ром или Итальяшки, Конь 30 очень легко. Уже Итальяшки. А вот так, сейчас я подумаю, что-то тут сможешь сделать. Тут у тебя, в принципе, нормуешься. Наверное, надо тупо защищаться пока. Просто там, не знаю, танки тебя зачистить. На комбате. Да, так и сделаем. Так, значит, у Конор у нас полетит к пацанам. Пацаны подойдут вот сюда. Раз, два, три. А вот эти пацаны подъедут. Раз, два, три, четыре. Подъехали. Там не четыре, а четыре, пять. Четыре, пять, шесть даже, да. Потому что зону контроля въехал. Четыре плюс два за зону контроля, шесть. Ну, да, все равно дальше не надо. Ок. Ну, на самом деле, что, мувмент у меня закончился. Давай драться. Давай. Ты защитник, ты авиацию кидаешь в бой. А ты сначала скажи, откуда, куда. Оба стека будут атаковать по танку 5-4-5. Да, всю авиацию, два авиации туда. Так, запихиваешь два авиации. Теперь я подумаю насчет своей. Нет, я свою запихивать не буду. У меня, получается, сдвиги. Один за Конора, один за Дивижн Интегрити. Тут вся седьмая бронетанковая. И один за Комбайт Армс. У меня в одном стеке пехота плюс бронемашинки. Итого три сдвига. То есть у тебя два, один в мою пользу будет. Теперь по силам. У меня семь атака плюс восемь. Пятнадцать. Пятнадцать к четырём. Это три к одному. И плюс у меня один сдвиг, четыре к одному. Согласен? Да, да. Не, я, конечно, не согласен, но как бы против математики не попрошу. Так, кинули тухленько. Пять. Атакер one, defender one. Оба получили по хиту. Да, но я-то вдох. Угу. А у меня должен самый сильный чувак получить хит. Самый сильный чувак. Это у меня есть две четвёрки. Почему я удалить её не могу? Выдели. А, ты, потому что ты же её потом, если что, сможешь восстановить. Просто её, да это вы, дрон юнитс, оттащи. Там вверху есть бокс, ага. Так, а у меня, ну, допустим, самая сильная вот эта четвёрка. Я ей наношу один степ. Она стала похуже. А теперь в мувмент... А, да, блин, мувмент я на снабжении должен был подвигать. Если ты мне сейчас разрешишь его подвигать, ну, типа, в мувмент... Ну, типа, куда я оденусь? Это сколько у меня там грузовиков-то? Два грузовика. Так, матрух, ничего привезти нельзя. Раз, два, три, четыре. Типа... Я привёз... Все два... Все два, скажем, сюда... Привёз. И в фазу эксплуатации я двигаюсь... Вот этими пацанами сюда... Вот этими пацанами сюда... Сейчас, или лучше наоборот. Да нет, так нормально. Все, фаза эксплуатейшена у меня закончилась. Сижу, курю. Твой следующий ход. А, господи, сейчас, сейчас, у меня же ещё лонг-рэнч-дезерт-групп. Да, думаю. Фаз эксплуатейшена может поехать. Тиханик может. Так, куда бы её запихнуть? Что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, давай так попробуем. Значит, раз, два, три, четыре, пять... На шесть-семь она делает оверан по артиллерии. А там пехотка подо ртой стоит. А-а-а, ну ты, кстати... Ты думал, я просто так артиллерию оставлю, что ли? Да-да, пехотка тогда должна была сверху быть просто. Ну, извини, мой косяк. Тот нечистошно. Ну, я же её не закрыл, как бы она была просто там пот. Да-да, такая штука. По этим. Ты же, конечно, глупый, тупный, не настолько. По партизане. По партизане, да. Слушай, вот честно, меня уже вот напрягает эта фишка, прям до изнеможения напрягает. Где-то я что-то про этих пацанов читал, что они, собственно, так и гадили всем этим-этим. Угу. Что там были отборные снайперы и вообще очень хороший диверсионный отряд. Их было там что-то очень мало, там, ну, не соврать, то ли 10, то ли 15 человек, но крови они попортили адские. То есть там даже до нормального боевого подразделения не хватало. А, вот я их куда отправлю. Нашёл всё-таки куда приходил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11. Допустим, сейчас, может, ещё дальше вообще поехать по беспределу. Так, типа 13, 3, о, почему нет-то? Действительно, по 13. 14, ай, мне, мне, правда, и не хватит тогда. Так, ну, мне вот так нормально, в общем-то, вот здесь где-то остановиться и всё. Всё, ок. Всё, да, да, твой ход. Какой он нехороший, а? Ааа, мой ход. У меня там ничего не прибывает, да? Да. Так, покидаем кубики. Сейчас, это, аэрпоинты, сбросились, грузовичков 3. Грузовичков 3, аэрпоинтов 2. Да, теперь сначала костал шиппинг. Костал шиппинг, один кубик. Тык, 6. Аллилуйя. Ооо. Мне это прям нравится. Так, теперь за бенгази. За бенгази тырк. Понятно. Вот там единичка, да? Ага. За бенгази, за табрук. Тырк. Ооо, слушай, ты прям... И за тот порт, который... Ну, там опять нолик. Ага. Слушай, а вот это очень интересно! Это отлично просто. Это прям божественно, я бы сказал. Это прям, ну, очень хорошо. Я прям балду. Хотя... Ты нова, конечно. Будем голодом тебя морить. Бровь тут делать и в правилах, чтобы они не вылезали из пустыни. Нужно гарнизонить все так, чтобы им не было смысла вылезать из пустыни. Тут правило как бы вообще ни при чем. Так, сейчас я приду. Давай. Добавляем. 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 Ну это итальянское мясо должно было быть всего не под Мерсом, а трухом, а на ключевых точках, откуда я выезжаю То есть вот этим итальянским мясом можно было все тут переблочить, чтобы мне было стрёмно так выехать, чтобы меня там сразу, грубо говоря, убили То есть тут же ты видишь, как бы мяса много, чтобы перекрыться Вопрос, как это сделать Если это сделать, то они так не выйдут А если оставить тылы, то они для этого и существуют, чтобы туда врезаться Как делать их правила Вот так вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...